когда они смогут наполняться радостью Твоей. И мы, как овцы, которые могут давать жизнь другим овцам, которые могут приводить еще овец в пасту. На свете я молюсь, чтобы Ты благословлял каждого лидера, каждого пастора, которого сегодня мы видим в этом месте. И они, как служителя Твоей на этом земле, они наполнены силой Твоей, они наполнены Твоей ценностью, и мы благодарим Тебя, Господь, за их жизни, потому что они оставили многое в своей жизни, чтобы находиться здесь в церкви и служить. Спасибо тебе, Господь, Господь, потому что Ты являешься нашим добрым пастором. Иисус, 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 Иисус. Ты наш добрый пастор. Мы ни в чем не будем нуждаться. Мы ни в чем не будем нуждаться. Ни в чем. Ты всегда находишься с нами. Ты всегда находишься рядом. Защищаешь нас. Ты являешься нашим пастором, нашим защитником. И с Тобой, Господь. Мы больше, чем просто победители. Больше, чем завоеватели. Молодим тебя, Господь. За каждого человека, который здесь находится. За каждого сестру и брата. Боже, Ты являешься великим мотивом, Господь. Великим двигателем для Запорожья, для церкви Запорожья. Ты восстанавливаешь. Восстанавливаешь, Господь. И поднимаешь церковь. Поднимаешь наш народ. Боже, и Ты приводишь больше детей к себе. Приводишь больше подростков. Больше молодежи, больше взрослых людей к себе. Мужчин и женщин. Приводишь в свой дом. Приводишь больше, больше твоих поставленных людей, Господь. Ты приносишь мир в Украину. Если ты пришел сюда, и у тебя есть какая-то нужда. У тебя есть нужда, и мы можем молиться за тебя. Может быть, это какая-то болезнь. Может быть, это какая-то проблема. Или что-то, что тебе мешает быть в покое. Быть в мире. Может быть, это что-то духовное, что не дает тебе спокойно спать. И ты понимаешь, что тебе нужна помощь. Ты можешь выйти наперед сейчас. И мы будем сейчас молиться. Твоя слава, здесь мой Бог. Не смотри по сторонам. Твоя сила, здесь мой Бог. Господь хочет принести восстановление в той же. Твоё царство, здесь мой Бог. Во веки, во веки. Твоя слава, здесь мой Бог. Твоя слава, здесь мой Бог. Во веки, во веки. Твоя слава, здесь мой Бог. 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 Во веки, во веки. Во веки, во веки, во веки. Твоя слава, здесь мой Бог. Твоя слава, здесь мой Бог. Твоя слава, здесь мой Бог. Твоя слава, во веки. Твоя слава, здесь мой Бог. Твоя слава, здесь мой Бог. Твоя слава, здесь мой Бог. Твоя слава, во веки. Аминь. Здесь небеса, здесь небеса. 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 Твоя слава, во веки. Твоя слава, здесь небеса. Помазание, говори на языках. И ты сейчас не имеешь какой-то страх выйти наперед. И ты, может быть, чувствуешь какую-то болезнь, какое-то внутри противостояние духовное. В это время подними сейчас свои руки. Подними сейчас свои руки. И скажи Господу. Что сейчас с тобой происходит? И пусть Господь наполнит тебя. Здесь небеса, здесь небеса. О, салов, салов. Здесь, твое царство, здесь, твоя сила, здесь. Твоя слава, во веки. О, салов, салов. О, салов, салов. Твоя сила, Бог, здесь. Твоя слава, Бог, параметры и рады. Ты наш Бог, ты добрый Бог, ты наш пастур. Я люблю тебя, Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Восполняешь нужды в церкви. Восполняешь нужды каждого человека, кто здесь находится, Господь. Каждого человека, кто пришел с какой-то трудностью, Господь, с проблемой, сейчас да будет восполнен Господь. Сейчас да будет исцелен. Сейчас семья да будет восстановлена во имя Иисуса Христа. Служение да восстановится во имя Иисуса Христа. этот народ восстановится во имя Иисуса Христа. И провозначаем, что дьявол не может никак повлиять на нас, не может никак украсть, убить и погубить нас во имя Иисуса Христа. Ничего у нас. Потому что Господь находится в нас. Господь живет в нас. Мы прямо сейчас противостоим всякому плану Сатаны. Разрушаем всякий план Сатаны. Против этой церкви. Против каждого человека в церкви. Все падает. Пусть падает во имя Иисуса Христа. Эти стены нападают во имя Иисуса Христа. Мы благословены. Мы благословены во имя Иисуса Христа. Здесь Твоя сила здесь Твоя слава во веки здесь Твоя сила здесь Твоя слава во имя Иисуса Христа. Да, спасибо сестре Лесли. И эта тема, она очень важная. То есть церковь не должна ходить неведенье. Она должна понимать значение и важность пастырей. Я как бы вот хотел, то есть то, что у меня в духе поднимается. То есть если, почему Иисус называл пастырцы, паства и все остальное. Потому что когда пасли овец, то был загон, и там был всего лишь один вход. И когда овцы заходили, пастор всегда стоял при входе, один всего вход. Он ходил, там не было дверей, загон, забор такой. И когда овцы заходили, он, во-первых, мог видеть состояние овец, чтобы больных просить. И ночью, для того, чтобы волки не проникли, он сам садился на входе в загон, и он охранял. Поэтому, почему и говорят, что если поразится пастыр, рассеются овцы. Потому что если на входе в эту дверь единственную, которую Иисус называл себя, что я есть дверь Царства Божия, то если не будет этого пастыря, который будет защищать овец, то волки заходят в этот загон, и они режут овец. Они их убивают, они их, то есть, ну, поедают. И каждый из нас, не только пастора, но каждый из нас является служителем, лидером. И мы должны стать этой дверью для этих овец, которые хотят в эти царства. Стать на входе в этот загон, чтобы охранять, чтобы кормить, чтобы заботиться об этих овцах, для которых мы признаны. У каждого есть этот загон. Может быть, там две овечки или три, но все мы можем стать этой дверью, все мы можем стать этой охраной, заботой, то есть пастырем для этих людей. Поэтому мы должны думать об этом и понимать, и ценить то, что Иисус стал первым и основным пастырем, через которого мы все вошли в Царство Божие, и пастырь верный, который охраняет нас каждый день. Спасибо, Лесли, за очень хорошее слово для нас. Спасибо за молитву. И мы переходим к следующему служению. Аллилуйя, слава Богу. Мне выпала честь немножко о деньгах сказать сегодня. Действительно, я вот слушал свидетельства, видел эту колонку, которую привозил. И вот слава Богу, я понимаю, что мы жертвенная церковь. И мы реально рады нашего Папу Небесного. Амин. Бог рад, когда Его дети, они верны, они жертвены. И действительно, когда-то я размышлял, и я реально слово получил от Бога, что Бог не проговорил, я рассчитываю на тебя. Я так думаю, Боже, в смысле? И дальше такое понимание, что реально у Бога на земле есть только мы, Его дети, которые представляем Его Царство. Человек с миром не придет, ну есть такие исключения, приходят и жертвуют церковь. Ну вообще, как бы, да, Бог рассчитывает на то, что мы будем верны. И я хотел несколько слов об этом сказать, о верности, да. И вот в 1 Коринфянам 4 главе сказано, во 2 стихе, «О домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». И другое место, Галатам 6.9, «Делай добро, не унываем, его пожнем, если в свое время не ослабеем». То есть, если мы останемся верными другими словами, да, то есть, мы видим, что Слово Божие, оно акцентирует на это внимание, на верности нашей. И почему, да, потому что Бог верен. Написано, верен, обещавший. И если мы видим, да, прочитаем от начала до конца Библию, да, мы видим, насколько Бог верен даже вот своему народу, да, израильскому. Мы видим, как этот народ, да, раздражал Бога, там, Бог, ну, разные испытания были, в плену были. Но Бог остался верным. Вот я не знаю, кто знает бедных евреев? Ну, есть какие-то исключения, когда, там, ну, не знаю, там, может, какое-то там проклятие действует. Но вообще евреев бедных нет. Даже тортик назвали, бедные евреи. Это как насмешка, потому что они все благословенные. Благословенные. Бог остался верным. Как Он пообещал Аврааму, Исааку, Иакову, Он пообещал быть верным. И то благословение, в том числе и финансовое, оно пребывает на них до сих пор. И, вы знаете, меня это вдохновляет. И я просто вот хочу всех вдохновить. Вот будьте верны, вот, малым, да, вот если ты принял решение десятину давать, будь верен в этом до конца, вот. Или там пожертвования, да, сверхдесятины. Реально это здорово. И Бог видит свой характер в нас, когда это качество, да, этот стержень, на самом деле, это принцип, да, быть верным в чем-то. Ну, в нашем случае, допустим, в финансах. И, ну, это очень здорово. И я хочу просто призвать каждого из вас, вот, сейчас посеять то, что вы приготовили для Бога. Давайте возьмем это в руки наши. Помолимся. Аллилуйя, Господь, просто спасибо Тебе, что Ты верен, Господь. Ты верен Своему Слову. Ты сказал, что Ты зальешь из окон небесных благословения до избытка. Боже, мы верим Твоему Слову. И я благодарю Тебя за каждую гривну, за каждое, Господь, финансовое благословение в нашей жизни. Боже, я прошу, благослови. Благослови, Господь, Своим благословением. Аллилуйя. Как Ты благословил Авраама, Исаака, Якова. Боже, спасибо Тебе за Твою верность. Аллилуйя. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 я а а а и а а а жизни мы и а а а а а а и и и а а а а а и а 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 Также во вторник в 6 часов вечера будет братское общение. В среду на 6 часов вечера будет молитвенное служение. Так что, пожалуйста, приходите, это чудесное время, чтобы подкрепиться. В четверг у нас будет молитвенный марафон с 8.30 до 5.00 вечера. В пятницу у нас домашние группы. Если вы еще не в домашней группе, то, пожалуйста, можете подойти к Елене, узнать, где ближайшая домашняя группа находится в вашем районе и присоединиться к ней. В субботу в 2 часа дня будет подростковая встреча. И в субботу в 6 часов вечера будет молодежная встреча. В воскресенье у нас, как обычно, служение на 11 на русском языке. Также в воскресенье проходит служение евангелизационное на 14.20. Сегодня также будет проходить это служение. Если вам интересно, вы хотите принять участие. Сегодня, тем более, праздник города. И будет особенно много людей в городе. И можете присоединиться в офисе в 14.20 в собрание, и потом они выдвигаются. Также по воскресеньям проходит молитва за Украину на 6 часов вечера. Так что тоже приходите. Спасибо. Аминь. Вы слышали? У нас очень бурная жизнь. И, скажем так, во все служениях открыто. То есть если у вас есть на сердце в каком-то служении детское служение, прославление, обязательно приходите. То есть лидера есть прославление, допустим, украинского, это Диди. И лидера подросткового, то есть если у вас молодые подростки, то есть, пожалуйста, у них очень интересно. Приглашаем всех. И также самый очень важный момент, то есть домашние группы. Потому что церковь хорошо, это воскресенье. То есть мы наполнились, но мы вышли, и мы не всегда можем всю неделю, скажем так, нести это. Домашняя группа – это как мини-семья, да, то есть где вы можете позвонить, обзвонить, помолиться друг за друга, поделиться своими какими-то трудностями и получить моментальный ответ. То есть молитвенную поддержку и все остальное. Это более тесное общение, где мы можем обсудить какие-то вопросы, которые невозможно сейчас все задать здесь и ответить на все вопросы за одно служение. Но на домашних группах мы решаем много. Поэтому призываю всех, то есть если вы еще не в домашних группах, обязательно присоединяйтесь, потому что тогда духовное, скажем так, возрастание будет более эффективным и быстрым. Да, и кто хочет служить, пожалуйста, подходите. Вот Лена, она подскажет вам, к кому обращаться, где что найти, и то есть вы можете служить кому-то. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя, Отец, благодарим Тебя за это чудесное служение, за слово, которое Ты дал нам, за то, что Ты открыл нам, что мы все являемся пастырями, что нам нужно больше молиться и быть послушными овцами, чтобы следовать Твоим путем, потому что Ты поставляешь нам пастырями. Мы благодарим Тебя за это слово. Пусть оно укоренится, пусть оно принесет плод, чтобы мы ясно, мудро понимали, как нам служить, как нам быть самими пастырями и как быть хорошей овечкой. Благослови церковь во имя Иисуса Христа, чтобы никакие болезни, никакие атаки не были против них успешными. Во имя Иисуса Христа благословляем всех служителей, благословляем наших детей, благословляем наших родителей, благословляем наших родственников, которые, может быть, еще не знают Тебя. Господь, просим благодати спасительной в ихнем жизни. Благословляем эту неделю бизнес, работы, учебу. Все благословляем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И вместе давайте. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Все. Мира, радости и побед. Аминь. Аминь. Аминь.